Гололед сковал старооскользкие дороги. Местами движения напоминает танцы на льду. Особенная тяжелая ситуация во дворах. В последние дни почти в половину возросло количество ДТП. И это только по данным ГАИ. Часть столкновений в официальную статистику не попадает. Продолжит тему Оксана Шиманович. Осторожно, гололед. Зимой его боятся не только пешеходы, но и водители. В этом году перемены погоды и вовсе превратили дороги в каток. И если основные магистрали коммунальщики обрабатывают, то проезд во дворах уже лотерея. Во дворах плохо. Не разъехаться двум машинам, не проехать. Во дворах тяжело. Лед, лед. Сплошной лед. Машины бьются часто. Я стараюсь по таким местам не ездить. Но приходится. Вот самого только машину стукнули. Недавно сделал машину. Не повезло и владельцам этих пяти машин. Днем 17 января на Хмелево, чуть ниже рынка, их собрал в паровоз «КамАЗ». Такая же куча мала образовалась вечером того же дня на Парковом. А это микрорайон лесной, где мусоровоз «Экотранса» въехал в неудачно припаркованную ладу. Виной всему ледяной накат. Последние три дня после выпадения снегопада в выходные дни у нас обострилась ситуация в связи с изменением погодных условий. То есть, если основные магистрали у нас очищены от снега, обработаны, то есть они сейчас вот при данной температуре уже, можно сказать, что полностью сухие, то внутри квартала в связи с тем, что погодные условия, солнышко, тает, и у нас под снегом образовался ледяной накат. Накат только можно удалить, это песко-соляно-семеся или солью, чистой солью. Потому что вы сами понимаете, что толщина льда в некоторых местах превышает и 5, и 10 сантиметров. Обслуживают внутриквартальные дороги управляющие компании. Буквально на днях они начали посыпать песком и солью не только тротуары, но и внутриквартальные дороги в особо опасных местах. Прошу управляющей компании на своих территориях тоже все-таки работы по посыпке песком и по приготовлению песчано-соляной смеси на местах, для того, чтобы посыпать тротуары, дорожки, выходы со двору. Тоже они к этой работе присоединялись. В зиме того же 2014-2013 года нам достаточно было 15 вагонов соли. То есть они были теплые и нормально. В этом году мы купили 20 вагонов соли, но нам их катастрофически не хватает. И денег сейчас на покупку, к сожалению, нет. Участились в последние дни и аварии с участием маршрутных такси. Сегодня утром на Комсомольском проспекте столкнулись микроавтобус «Мерседес-спринтер», который обслуживает 13 маршрут и пятерка. Я ехал с пассажирами утром, вгруженный полностью. Женщина стояла справа, резко развернулась. Но я пошел, включил поворот и стоящую машину стал объезжать. Но было расстояние, она резко взяла и повернула перед нами. Мне деваться некогда, я ударил ее прям в это, так как она была на моем пути. Стаж водителя маршрутки больше 30 лет. Мужчина говорит, это первая в его жизни авария. К счастью, пострадавших в ДТП нет. Скорость, по словам водителя, была не больше 50 км в час. Сотрудники ГАИ утверждают, что дорожные условия на этом участке для зимы приемлемые. При маневре обгона не убедился в безопасности своего маневра. Впереди движущееся транспортное средство, включила указатель левого поворота и приступила к маневру поворота на парковочную стояночку. А несколькими днями раньше на автобусной остановке «Детский мир» столкнулись две маршрутки и легковой «Мерседес». В результате ДТП медицинская помощь потребовалась четырем пассажирам. Причина аварии – нарушение дистанции. Чтобы уберечь себя от подобных неприятностей, сотрудники ГАИ советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.